Для Казахстана интеграция в рамках ЕАЭС прежде всего носит экономический характер. Об этом Хасамжамар Тукаев заявил во время выступления на Евразийском экономическом форуме в Москве. Также президент поднял вопросы бесшовной среды взаимодействия на рынке Союза и предложил развивать новые транспортные направления. Также глава государства рассказал на площадке ЕАЭС и о деликатном моменте, а вот о каком именно обратила свое внимание и на Замгуль Кумызбаева. В кулуарах Евразийского экономического форума участники пяти стран. Все эти страны входят в Евразийский экономический союз еще с 2015 года. Ежегодно лидеры Казахстана, России, Кыргызстана, Беларуси и Армении встречаются на одной площадке для того, чтобы сотрудничество развивалось. Свободно двигались товары, услуги и активно работали все отрасли экономики между странами. В деловой программе форума приняли участие более 2500 экспертов пяти государств. Выступая перед всеми присутствующими, Хасамжамар Тукаев напомнил о концептуальной и идеологической основе союза. У нас есть в Евразийском экономическом союзе союзное государство. То есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен, как хотите, создание государства по формуле две страны, одно государство. С единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством. С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом. Но я извиняюсь, и даже ядерное оружие одно на двоих сейчас. Поэтому есть другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией. И с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях? Это вопрос концептуальный. Нам нужно, я думаю, в том числе и на этом экономическом форуме, обсудить данную проблему. Глава государства напомнил, что странам предстоит создать так называемую полноценную бесшовную среду взаимодействия на рынке Союза. И приложить максимум усилий, чтобы заработало то, что было запланировано ранее. На мой взгляд, прежде всего, нам нужно сконцентрироваться на доведении до конца решения базовых задач сотрудничества в рамках Союза. Сегодня взаимная торговля стран ЕС демонстрирует стабильный рост. Так, например, в 2022 году по сравнению с 2021 взаимная торговля в Евразийском экономическом союзе выросла на 10% и превысила 80 миллиардов долларов. Но на этом останавливаться нельзя. Тем более в непростое для всего мира время. Сейчас принципиально важно создавать новые направления во всем регионе. Развитие коридора Север-Юг и Транскаспийского международного транспортного маршрута может в корне изменить логистику внутри Евразии. На Востоке от нас одной из наиболее ярких и масштабных инициатив по построению континентальной стратегической связанности является проект «Пояс и путь» Китайской Народной Республики. Кратно усилился запрос и на торгово-экономическое взаимодействие по линии Север-Юг. Мы по существу находимся в центре этих процессов. Глава государства отметил, что Китай может стать ключевым политическим и экономическим партнером Союза. Так как Поднебесная одновременно является и крупнейшим грузоотправителем, и крупнейшим клиентом. На прошлой неделе у меня состоялся государственный визит в эту страну, в рамках которого мы запустили строительство логистического центра Казахстана в сухом порту Сиане. Мы ожидаем, что данный порт станет основным хабом для отправки прямых контейнерных поездов в Центральную Азию, Европу, Турцию и Иран. Также запланирован запуск железнодорожного сообщения на участке Бахты-Айагоз со строительством отдельного погранперехода в Китай. Здесь мы надеемся на плодотворное сотрудничество с Россией, так как проект существенно сокращает расстояние и сроки доставки товаров в Китай не только из Казахстана, но и из Западной Сибири. В своем выступлении глава государства четко обозначил, что для Казахстана интеграция в рамках ЕС прежде всего носит экономический характер, как это зафиксировано в договоре о Евразийском экономическом союзе. В заключении Касым Жумар Тукаев отметил, что экономическая интеграция это не сама цель, это одно из средств развития экономик и благосостояния народов государств, участников ЕС. Поэтому главное мерило успеха экономической интеграции не количество стратегий, договоров и решений, а новые производства, технологии и рабочие места. К слову, обо всем этом лидеры пяти стран поговорят уже на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Назымгульку Мыспаева, Айдос Медельбеков, Бахытбек Нуртаев при поддержке телерадиокомплекса президента. Хабар-24, Москва.